Девушки отдыхают Прошу, когда мы будем дышать, не обращайте внимания, что есть соседи и так далее. Просто максимальная интроверсия, погружение в себя, как оно вам, как вам вот этот опыт, как вам это дыхание. Я поставлю такую музыку, которая позволит дышать каждый вдох-выдох осознанно. Наслаждайтесь, наслаждайтесь ритмом вдоха, наслаждайтесь выдохом. И глубина где-то средняя, можно даже чуть-чуть больше средней, но не сильно глубоко, иначе устанете. Мы так подышим 8 минут, этого достаточно для входа, для того, чтобы нас, наша система пустила туда. Потом будет 4 минуты пауза, и 4 минуты просто будем дышать, это может будет лечь. То есть первая фаза у нас будет 45, ритмов дыхания сидя желательно, в любой позе, можно там на коленях, можно скрестив ноги, но лучше сидя, чтобы вы понимали, что вы сидите, что идет процесс. Потом я скажу стоп, дышим носом, расслабьтесь, можно будет лечь и просто дышать глубоко, медленно. Просто паузы, отдыхаем, восстанавливаемся, позволяем дыханию течь само собой. И вот во время этой паузы, она будет 4 минуты всего лишь, вы сможете просто расслабиться, отпустите себя, отпустите эмоции, ощущения, отпустите свое дыхание, и у вас будет желание не дышать, то есть будет дикое желание задержать дыхание. То есть вдох, подвисли, выдох медленный, подвисли. Дыхание может, задержка доходить до 3 минут, то есть в таком нефорсированном режиме. То есть вы не будете заставлять себя не дышать 3 минуты, вы просто не будете дышать 3 минуты, это нормально. Это значит, что когда вы после вот этой вот активной фазы 45 дыхания в минуту зашли на дыхание носом, медленно расслабились, кислород, которого навалом в организме, он резко попал в клетки. То есть обогащение кислорода происходит не во время вот этого, здесь не обогащение, здесь наоборот клетки не получают его, хотя он, кислород есть. Обогащаться кислородом каждая клеточка будет после. И вот вся фишка именно вот в этом окне, вот в этой паузе после вот этого дыхания. Потом мы перейдем на вторую фазу, а вторая фаза будет в ритме дыхания 120 циклов в минуту, и она будет дышаться только ртом, вот так. Это 111, я чуть побольше сделаю. Нужно будет опять сесть, я заведу музыку под этот тип дыхания, музыка уже будет другого стиля, вы поймете, в чем фишка. Другой стиль музыки, другое дыхание, другая энергетика совершенно. Таким образом, за сегодняшнюю практику вы захватите два диапазона. Первый диапазон 45 дыханий в минуту – это отдельные миры, отдельное поле для своей личной терапии, или для терапии там группы, или клиенты, и так далее. Но вам нужно просто пройти этот квест. Первый, первую фазу и вторую фазу. Вот на второй фазе будет уже дип хаос, дип техно, будет бодро, будет больше динамики, если в первой фазе будет релакс, океан, медузы, да, вот это вот все, то во второй фазе будет драйв, пободриться, можно будет даже встать и немножко потанцевать, подвигаться. То есть будет хотеться двигаться и нужно будет двигаться. Опять же, если будут какие-то блоки в теле, внимание в эти блоки направляете, даете команду расслабляемся, расслабляем блоки. Все, и получается, что тело больше расслабляется. Когда вы снимаете блоки, у вас появляется энергия, потому что блок, зажим – это энергетический тайник. То, где было зажато, если это расслабляется, сами понимаете, какой кайф, сразу же у тебя и мозг работает по-другому, и тело, и у тебя появляется энергия. Опять же, разница в том, между холотропом или ребюфингом, или другими техниками. В чем фишка? У меня программа, на которой я могу точно выставить ритм 45 циклов в минуту, ни вправо, ни влево. И вот эта точность дает очень-очень большое преимущество для работы. То есть я могу в любое состояние, практически в любой диапазон, направить группу, либо клиент, либо человек, который практикует. И именно в этом состоянии провести какую-то работу. Причем я не влезаю в процесс, вы сами это все делаете. То есть вы через тело, оно не врет, оно вам столько может подсказок дать. Самых неожиданных подсказок, которые вы даже можете не предполагать, что оно так может быть. И тут вам тело дает ответку. И получается, что я могу ходить по ритмам и переключать, но обязательно делать между вот этими ритмами паузы, вот эти окна. То есть если был один ритм, у нас 4 минуты отдыха, и уже заходим на второй ритм, потом еще раз отдых, на третий ритм и так далее. Потому что нужно давать организму компенсацию. Я против техник холотропного дыхания, которые в себя включают 3 часа вот такой продышки. То есть 3 часа суженных сосудов при повышенном давлении. Это кто занимается медициной, кто имеет метабразование, понимаете, о чем речь. Это не экологично. Тогда, делая вот эти паузы, мы компенсируем, мы разгружаем организм, мы опять расслабляемся, организм перезагружается и идет дальше. Это безопасно. Поэтому я включаю на своих занятиях до 8 таких фаз. 8 минут отдых, 8 минут отдых. И еще мы идем по ритмам. То есть получается захватить большой спектр переживаний. Понимаете? То есть можно переживать спектр ощущения, опыт оргазма. Можно опыт каких-то психологических или психических состояний, не знаю, духовного оргазма можно пережить. Можно пережить опыт прошлого, будущего, смоделировать. То есть можно двигаться по состояниям, по переживаниям при помощи ритмов дыхания музыки. То есть музыка, она как бы, как направляет наши эмоции в ту или иную сторону. Есть более такая страшная музыка, есть более веселая музыка, есть более погружающая, есть музыка, которая тебя выводит на легкость, есть музыка, которая дает энергию и так далее. Ну, сами все понимаете, в клубы ходили, все понимают, зачем туда все ходят. Там есть музыка, динамика и что-то еще интересное, какие-то состояния мы там получаем. И самое интересное, что через дыхание вы получаете доступ к гормональной системе. То есть можно, вы это сегодня прочувствуете, как реагирует тело во время продышки, когда играет диптехно. В организме происходит выброс гормонов, которые могут даже опьянять. Но это делает ваш организм, это делает ваша гормональная система. Это говорит о том, что ничего не нужно кушать и в себя что-то вкидывать для того, чтобы получить этот эффект. Как бы человек просто в таком гипнозе живет. И для одних людей один ритм будет его просто дополнять, компенсировать. Человек-улитка, подышав в ритме 140 циклов в минуту, под быстрый транс он получит то, что ему нужно. Он получит это ускорение. А человек бесполезная суета, это в кавычках, не обижайтесь, что. Он получит, он подышит в ритме 45, он расслабится. Он такой, он всю жизнь бежал, 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 такой, точно, как тут классно. Надо сделать это передышку. Да тут вообще хорошо, то есть куда мне бежать. В дыхании, вот в этих техниках, есть еще такой момент адаптация, толерантность организма к практике. Например, сегодня, вот тот сеанс, который вы подышите сегодня, если я его завтра вам тоже самое повторю в записи, вы уже почувствуете гораздо меньший эффект раза в половину. Вы уже адаптируетесь, вы уже знаете, что будет. Это когда вы слушаете одну и ту же песню. Сначала вышел хит, вы такие, уа, какой крутой трек. Вы там в машине, везде эта музыка, на всю. Через два дня, что-то уже как-то, что-то хочется другое. С дыханием то же самое. Нужно уже давать две фазы, три фазы, четыре фазы и так далее. То есть профессиональные сеансы энергодыхания – это восемь фаз. Восемь фаз, но это делается уже под присмотром ассистентов, руководителей, тренера и так далее. То есть нужно подойти под корректиры, потому что вы сегодня делали оргазмичные движения, там же тоже дыхание было. В ваш организм начинает входить такой режим, в котором происходит учащенное дыхание, причем там беспорядочно. Там ритмы задает организм. Здесь ритмы задаю я через программу с музыкой. Понимаете, это немножко другой диапазон, но вы примерно на тот же самый эффект выходите по состояниям. Это тоже терапия. Например, я включаю жесткий транс, да, идет 140 дыханий в минуту. Мы делали такие пати в Москва-Сити, сняли 900 квадратных метров лофт, 58-й этаж башни Империя, завезли туда 10 киловатт звука. Трезвая дискотека в Москве, самая топовая. Мы вот эту планку взяли и все, вот по максимуму. Мы один раз это мероприятие сделали и больше все. Но мы там жахнули транс прям три часа. Три часа, но там были паузы. То есть там стоп, не дышим, отдыхаем, компенсацию сделали, потом опять следующий трек и пошли дышать. И вот в таком режиме происходит прокачка. Если, просто понимаете, многие люди во время вот этой всей практики, танцевально-дыхательной практики, они вообще, люди, которые пришли, они говорят, я ненавижу транс, да, или там, я не воспринимала транс, я просто пришла на вот это вот мероприятие. Я полюбила транс. Кто-то говорил, что частоты в трансе – это ужасные, динамонические какие-то частоты, они пишутся, специально разрушаются сознание. Да это терапия просто, это твое восприятие, это твое личное отношение к этому стилю музыки. Кто-то послушает, люди с самым высоким IQ, они слушают тяжелый металл. Вы знаете, да, про это? Слышали по статистике? Тяжелый рок. Это компенсация, это просто личное восприятие. Получается, вот эти частоты, когда ты, например, накладываешь на дыхательную практику, твой мозг их просто не будет воспринимать, он в другом диапазоне работает. Ему что-то надо, эмоцию какую-то давать, то есть ему нужно какой-то ритм давать. Вот ритмы мозг воспринимает. Частота – это когда вы легли, включили очень тонкую какую-нибудь мелодику и туда дали частоту, чтобы твое сознание очень тонко настроилось на эти частоты и отличило, ага, вот эта мелодика, вот эта частота, и ты вот на этой частоте находишься, тогда она работает. Но если ты начнешь дышать, у тебя вектор внимания перейдет на биологические процессы. Потому что любой вид гипоксии, сами знаете, как это организм воспринимает, когда гипоксия. У него загорается красная лампочка. Парень, ты что, у тебя клетки не получают кислород? Делай что-нибудь, двигайся там, дыши, то есть как бы оптимизируй энергозатраты. Почему во время дыхания уходит тревожность у человека? Человек там живет в тревожном состоянии, парится там, обида какая-то у него или на кого-то, или у нее и так далее, меня обидели там, и вот эта обида крутится, крутится, крутится. Она, по сути, энергозатратна. То есть происходит пустая трата энергии, но человек это решить не может. Он начинает дышать, через 8 минут у него происходит ощутимый эффект гипоксии, и его бессознательно, то есть мозг начинает работать в таком режиме, он начинает отключать процессы наиболее такие энергозатратные, которые нежизненно важны. Ну такой, о, твоя запаривала то, что ты обижаешься, из розетки выключаем. Потому что сейчас в этот момент не хватает кислорода, нужно что-то делать, нужно выживать. Парень, какая тревога, ты 5 лет назад уже там, тебя обидели там и так далее. Забудь, все, и стирается все. И человек выходит уже через эту практику, выходит уже более спокойно, и вот это уже, мне уже все, меня отпустило. Все, мне уже гораздо проще об этом думать. Окей, готовы? Не загрузил вас? Нормально, все понятно? Понятно? Смотрите, здесь очень все просто. Кому надо практики будут, если вам зайдет, я скажу, где? Навала много в открытом доступе в Ютубе. Музыка, все сведенное, с моим голосом, дышим, не дышим, все, включил и полетел. Но там просто версии, которые можно делать самому. То есть есть версии, которые лучше, чтобы кто-то за тобой смотрел, потому что там уже совсем вышка. То есть нужен человек, который за вами смотрит. А есть версии, когда ты дышишь сам, и ты понимаешь, что ты никуда не отлетишь. Но при этом всем у тебя происходит процесс дыхания и проработка. Смотрите, закрываем глаза. Сейчас нужно будет просто подстроиться под ритм дыхания. Сейчас подумайте о том, ради чего вы это делаете. Вот что бы вы хотели в этой практике увидеть, почувствовать какое-то намерение. Определите, вектор зачем. Начинаем дышать. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Идем, 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 дышим. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вот уже пошло. Дышим, наслаждаемся. Кайф. Вдох, выдох. Пускайте, пускайте процесс. Вдох, выдох. 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 Вот он, поток, поток. Сливаемся с потоком. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Идем, 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 идем Везде, где есть напряжение в теле Внимание туда, снимаем напряжение Дышим туда Вдох, выдох Вдох, выдох Субтитры создавал DimaTorzok